теперь немножко поговорим по взаимодействию с людьми и насчет вашей самооценки одно дело когда вы прорабатываете самооценку внутренне по поводу прошлого там до учитесь оценивает самого себя со своих глаз люди все равно будут встречаться в жизни который будет вам ну который будет вам говорить какие-то неприятные вещи и вот ваша задача если вам сказали что-то неприятно и вы его не просили по этой теме что-то говорит но он как-то вас пытался скорректировать до критику сказать и вы его об этом не просили и вам неприятно вы иметь право кстати расстраиваться не говорю о том что вы вообще должны не расстроиться вам реально приятно в этом случае вы говорить человеку спасибо но мне я останусь при своем мнении мне например там есть кофта ему не понравился человеку спасибо но мне это не обязательно то есть давай не будем это обсуждать и все он продолжает на то есть еще раз сказал про кофту ну либо про что другое и вот в этом случае вам нужно ушки на макушке и сказать человеку, потому что видно, что человек не унимается, да, продолжает гасить, пытается влиять на вас, да, и чтобы вы подсели на него и автоматически оценку свою снизили, но вы не можете снизить свою оценку, потому что самооценка подразумевает, что вы оцениваете сами себя. Но этого человека нужно остановить, и остановить нужно корректно подразумевает, что вы человеку говорите. Мне сейчас неприятно то, что ты говоришь. Давай больше так, мы не будем это обсуждать. Если ты продолжишь, мы с тобой прекратим общение. И здесь очень важный нюанс. Если вы так скажете, и человек продолжает это, говорит о том, что он вас не ценит. Это уже немножко другая тема, да, когда ценят вас другие люди. Но если он продолжает дальше, либо он говорит, ты что, офигел, либо манипулирует, то есть каким-то образом хочет вас продавить, хотя вы сказали вполне очевидные вещи, вам действительно неприятно, и вы попросили не делать это. Если человек начинает манипулировать, атаковать, контратаковать, объяснять что-то тупое, или там еще раз высмеивать, говорит, ха-ха, я тебя задел, что такое ранимый, неважно, что он говорит, реакция у него какая-то такая, что он, типа, усугубляет это, да. В этом случае это вам четкий сигнал, что человек вас не ценит. И вы с этим человеком прощаетесь, потому что дальше с ним нет смысла общаться, потому что он вас не ценит. Человек с нормальной самооценкой общается с людьми, которые любят его, и которые хотят быть с ним, которым он нравится, которые его ценят. Логично? Логично. Человек, у которого низкая самооценка, будет бегать за людьми, которые его не любят, и будет доказывать им, что он классный. Ну, пожалуйста, я классный, полюбите меня. Это говорит о том, что у него низкая самооценка. Или, опять же, оценка со стороны других людей. Он хочет получить от них одобрение, и поэтому он бегает за ними, продолжает с ними общаться, потому что он хочет получить от них одобрение. Вот это важный нюанс. И таким образом очень легко отфильтровывать людей, которые настроены на вас, которые ценят вас, и не хотят портить общение, взаимоотношения с вами. И люди, которым насрать. Так люди, которым насрать, от них нужно избавляться, потому что они в любом случае априори вас не ценят. Вы для них никто, вообще никто. И вам нужно искать людей, которые вас ценят, которые вас любят, которым вы не нравитесь.